Когда с головой не все в порядке, помочь могут два человека. Либо врач, либо специально обученный в СБК человек. Парикмахер! В этой учебной лаборатории будущих мастеров учат преображать наши с вами головы. Палитра навыков от простейших стрижек, укладок и покраски волос до почти экзотических произведений искусства. Парики, шиньоны, накладки, трессы, постежинные изделия из волос. Вот такой красивый у нас постежор. А что именно постежор? Смотрите, это изготовление изделий из волос. Ну, как часть прически. Сначала будущие парикмахеры тренируются на манекенах, а к третьему курсу вовсю переходят к живым людям. Кстати, рискуют своей головой, как правило, другие студенты колледжа. Для студента это классная возможность бесплатно постричься здесь. Просто эти медленнее стригут, из-за того, что они еще неопытные. Может, а в салоне там быстрее стригут. Тема сегодняшнего занятия – новинки в мужской стрижке. Применялся стайлинг, чтобы придать текстуру. Клиент доволен? Да. Между прочим, мужская стрижка гораздо сложнее женской и требует ювелирной работы. У женщин там практически у всех носят длинные волосы. Миллиметром больше, миллиметром меньше. Да, ничего страшного. А тут надо выводить плавные переходы. Стрижка – это форма цезарь, то есть без челки. И поэтому форма цезарь идет плавный переход с нуля, то есть это средний фейт. Можно задать любой переход. Ты осознаешь, что ты цезарь? Да, осознаешь. Уже год где-то так. Алексей учится в колледже и уже работает в престижном салоне – барбером. Так называются элитные мастера мужского стиля. Потомки – бродобреев. И еще успевает ездить на стажировки. В Москве уже ездил я на курсы повышения, так сказать, квалификации, на обучение от бренда American Crew. То есть проходил обучение по стрижкам различным, стрижках филировочной бритвой, ножницами. Индустрия красоты стремительно развивается. Растут запросы клиентов, появляются новые технологии и услуги. И, соответственно, рабочие места. Да, наша профессия очень востребована. Она входит в топ-50 самых лучших профессий. Очень много салонов открывается. Тенденции моды твердят нам о том, что каждый человек должен следить за своим стильным имиджем. Ну а преуспевают этой профессии самые увлеченные своей работой люди. Кстати, в СПК парикмахер – самая творческая специальность. Творчество? Ну, во всем. Там и окрашивание, которое нужно придумать. Это как художники рисуют. Также мы должны смоделировать прическу. Это можно сравнить со скульпторами. Ну, творчество во всем. Ну что, подстрижем чуть-чуть? Нет! Да подстрижем, давайте подстрижем. Нет, нет. А что нет, когда да? Можно? Нет. Я похож на какую-то, я не знаю. Одно слово «румын». Да, согласен. Еще будут говорить про меня что-то? Еще хуже, чем сейчас. Я опять забыл текст. Не прекращай. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Когда с головой не все в порядке, тут два варианта. Либо левый, либо правый. Я же сказал, что тебе забыл. Тебе нужна стрижка. Нет. А мне кажется, что да. Нет. Да, мы его уже постригли. Нет, 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 нет.